привет друзья рад вас привет на своем канале сегодня у нас продолжение хайкинга вторая попытка добраться до дамбы под названием кротон который обеспечивает практически весь город нью йорк питьевой водой вот приехали сейчас на поезде по железной дороге в деревню кротон и сейчас идем вот вдоль трассы значит с этой стороны у нас американское болото с этой стороны американская дорога по дороге попадают интересные знаки пока мы идем немножечко история вообще нью-йорк ну и сама по себе америка нью-йорк главный ее город привнес очень много нового например чем знаменит бруктинский мост не только потому что он такой красивый а это первый самый длинный подвесной мост который был только построен то есть его все началось очень много фишек метро которые появились здесь сто лет назад потом использовались во всем мире и также вот это кротонская дамба это самая первая дамба такой величины которая была построена и значит там целое техническое сооружение здесь мы вот пришли наташа нам сейчас расскажет куда мы пришли рыбачья река о значит болото у такое но течение меленькое течение какое-то все-таки есть так и шо значит пока что ничего интересного не происходит значит я держу вас в курсе идем вдоль дороги вот туннельчик интересных которым постоянно застревают траки в общем-то видел тот видел вот собой значит квас в душе хардбас двигаемся дальше вкус лето чисто квасок вообще спасает зашли значит до соседней деревни а тут в кустах смотрите о по тайные масонские знаки смотрите эти масоны они повсюду то евреи то масоны то еще кто-то короче кого только в этой вашей америке нету мы дошли до начала трейла на дамбу и это просто очень странное место кусты стоит столб вот вам туда это начало сама смысл он ниоткуда не уходит это начало пока что было совсем не интересно шли между заборами кстати в америке забор это общая редкость вот например смотрите приусадебные так сказать участки и ничем не отделенные друг от друга только истинные хозяева этих участков знают где заканчивается их участок и начинается соседский участок а если ты зайдешь на соседский участок вызовут полицию или те могут вообще пристрелить вот а теперь значит посыпная дамба какая-то вот несколько табличек что можно кататься здесь на велосипеде за собаками за своими здесь тоже убирайте дерьмо пожалуйста америка а вот не мусорить штраф там десять тысяч долларов вот как красота вообще никого нет пока что ни одного человека не встретили идем по вот этой дубра и вот здесь уже отделены владения смотрите какой забор стоит ночью будешь идти и не заметишь просто вот так вот тут уйдешь туда в дом там ручеек протекает и вот ребята отделились этот владение какого-то крутого американца ну крутого по моим мнениям вообще у кого дом тот и крутой что офигенно крутая жизнь деревенской америке здесь вот за кустами в бейсбол играют а здесь вот частные дома слышали звук отбил местные команды рубятся в бейсбол кстати интересная тема вот там вот вдалеке за забором белая собака не знаю видно вам или нет в общем большой забор и собака в основном забора видите нет но иногда там ходит собака и я всегда думал почему как она вообще не убегать все хватит почему не убегает собака а в общем они здесь переученные специально здесь внизу зарывается специальный кабель такой вешается ошейник и короче когда собака вы выходит за территорию и убьет током и она привыкает что вот это ее зона короче в которой она может гулять спокойно и за нее выходить нельзя потом она вырастает у нее уже все в голове это отложилось на шейник этот снимается ну или не снимается на смотря какая собака если умная то все да с нее снимают ошейники она уже всю жизнь вот так вот тут гуляет по своей территории поставить как интересно я всегда думал дадум как они не выбегают я вот иду рядом да нормально собака в той же там в россии сразу бы ломанулась к тебе да или обгавкать тебя или там поиграться на здесь вот нет идешь на учиться на своей территории а ты идешь вот так балдеешь вот такой вот прикол иду сейчас вдоль дороги смотрю вниз а там смотрите тачки короче раскиданы старые 1 2 и там вдалеке 3 только не знаю это частная здесь территория или нет пробую спуститься ручей ребята если меня пристрелят лишь что-то случится кто найдет это gopro выложите на мой канал все спасибо давайте аккуратненько спускаться блин и даже палки нет ничего нет очень ответственно крутой спуск давайте посмотрим что за машин что за машина сейчас если меня еще сверху спалят это будет конечно вообще жесть типа люди будут идти могут реально учиться какие-нибудь проблемы вызвать полицию или еще что нибудь так еще одной руке gopro то есть минус рука так ну не так страшен черта кого малюет я уже почти спустился в первой машине давайте ее посмотрим вот такая тачка здесь лежит не знаю она обракинулась или может быть их скидывали специально здесь или что ну в общем она уже очень-очень старая очень ржавая мотор остался какой-нибудь сувенирчик бы их сразу приходит в голову что-нибудь спереть отсюда карбюратор в это был ford вот посмотрите это был ford так одну машину мы с вами определили колес конечно нет но она бы так и укатилась в реку вниз если бы не вот это вот дерево вот как сейчас камень из-под моей ноги покатился это вот порожек нижний у нас бы конечно в россии все на металл стырили здесь все это лежит америка блин америка вот вторая машина она уже по прикольный с охраном у нее смотрите есть резина бампер остался цинкованный но двигателя нет например то есть да есть свои плюсы и минусы непонятно что за марка давайте сбоку с этого посмотрим о блин длинный какой-то как кодиллак среди крутяк такой мог чисто в блин фотка вообще получится шикарная мне кажется отсюда как он заброшечка вот это чисто это это мой стиль вот это вот мне нравится это все вот по заброшкам лазит это конечно ребята вообще мое сейчас давайте спустимся к третьей машине посмотрим чем их сюда скидывали они прям видно как у них раздолбленные кабины крыши то есть как она катилась отсюда значит что она не съехала что это не какой-то бермудский треугольник знаете в которой машину сюда именно в кувет падают а что их отсюда как-то скидывали переворачивали и не катились вот так а это уже так больше нет машин вроде больше нет а это уже смотрите такое как сказать минивэн дать и что это блин индейство нет какого-нибудь трупа знаете страхова не вроде никого нет 13 не счастливое число смотрите офигеть друзья 13 номер вот вам поэтому в америке не 13 номеров 13 этажей 13 улиц ничего этого нет и вас папа улики первые пошли так наверно лучше ничего не трогать нет колпачка хотел колпачок хотя бы забрать на память себя она вросла тут конкретно не знаю сколько бы должно было прийти лет чтобы вот это вот все превратилось в то что есть да там речка такая прикольная можно бы было бы конечно купнуться даже в этой реке сейчас посмотрим блин вообще в америке найти такую не частную территорию довольно блин кто-то орёт довольно таки редко можно найти территорию не частную вот так вот полазить просто по лесу посмотреть здесь было что не было так одно сидуха одна сидуха осталась вот это руль переключение скоростей ну все конечно уже стырили украли до меня ну здесь наверное местные ребятишки ходили сюда тусить тут происходили какие-нибудь их местные разборки там она жил вылазил из кустов блин реально кстати недавно посмотрел этот фильм такой классный фильм для его раньше не смотрел все не очень люблю популизм это немножечко даже в жизни мешает знаете ли все оттягиваешь как на потом а потом все равно смотришь лет через десять и реально классно классный фильм короче я теперь вот лазью здесь мне везде мерещится этот клоун около реки блин такая река крутая ребята мы с вами вообще пробираемся одни в настоящих американских джунглях только вы и я может быть начать водить какие-то экскурсии экспедиции типа знаете не знаю только кто будет со мной ходить в такие места в общем если кто смотрит там из местных дайте знать ребята как говорится с компанией будет куда веселее ё-моё река-то какая большая надеюсь нет людей давайте спустимся вот он и поход на дамбу идешь себе такая скукота потом раз все и начинается резко начинается приключение что-то где-то что-то увидел что-то пошел хоп-хоп-хоп одно за другое цепляется и вот я уже непонятно где блин я говорю единственное я не знаю частная ли это территория если частная мне блин капец за проникновение я не знаю что мне будет грозить так выдержит нас ребят как вы думаете вообще по мху конечно нежелательно ходить мог он такой скользкий грибы растут такие валуны здорово это вот они все скатывались представляете вот отсюда сверху все это с горы тысячелетиями скатывалась река и уносила мягкий грунт и оставались вот такие вот породы видимо она здесь когда разливается от это все затапливается не ну красота конечно тут несу свет не чисто как в какой-то я в национальном парке в каком-нибудь часть динозавра и вижу и кого-то вижу вдалеке сейчас попытаюсь аккуратненько подойти что вы тоже посмотрели вон они видите красные вдалеке какие-то точки как будто бы это какие-то каякеры не каякер или там переправа или очень плохо видно давайте так рыба это есть доказать интересное можно если была бы здесь рыба перекрыть ей выход и загнать ее отсюда в угол можно было бы рыбу какой-нибудь поймать американскую большую такую так вот давайте посмотрим что же там такое там там типа да нет там типа дамбы какие-то флажочки стоят не знаю что это такое но туда не не подойти далеко может быть сверху было бы видно блин мне не нравится вот эти вот повязочки вот такие повязочки а по стейтленд как ребята ну куда-то с вами залезли в какую-то непонятную территорию будем разбираться потрогаем воду до быстренько сваливаем сейчас фотографирую то я здесь был за чекениться на чекениться обязательно надо все лобысь мальчик слова 38 годиков довольно еду полазил на какой-то помойки из машин в америке счастье ой прям не ду и не зря съездил уже уже и дамба уже не нужно уже все уже вообще конечно мечта на каждого пацана такую большую большую свалку машин в америке залезть и все выжить там влазить вот это вот все читая крутить и откручивать смотреть а где их еще мультиках и фильмах до постоянно еще их там прессом да и там вот это металлолом очень интересно собаки добермана такие флешбеки из мультиков фильмов прикольно интересно а тут еще вот странно сделали целую за дамбу из камней у сколько иду столько дамбы из камней и тут типа даже она на ремонте смотрите перекладывают эти камни казалось бы можно сделать все что угодно нет чтят традиции такие все добродушные идешь вообще никого не трогаешь по своей русской душе тебе обязательно скажут good morning любой человек первый раз вижу человека как будто бы прям соседей в общем продолжается дальше тропа между двух частных территорий значит 1 здесь за забором и тут вот без забора просто стоит дом в лесу жилой все хорошо машина я не знаю где здесь люди работают сколько до работы они едут но вот интересно прикольно да вот так жить смотрите просто кусок земли домик там дорога близко ладно здесь пешеходная тропа и а ты вот так вот вот там на газончике чисто отдыхаешь чилишь но конечно мне вообще хочется чтоб вообще подальше от людей купить себе дом где-нибудь вообще ебенях вообще людей не все проблемы всегда от людей добрались на наконец-то до этой дамбы уже не знаю сколько два года мы до нее пытались доехать все нам что-то мешало то проспим то проедем то болеем то еще куда-то в другое место я не все доехали вот на нее вход это водохранилище с которого мы пьем водичку нью-йоркска все такое старенькое такое масштаб конечно отсюда не очень видно спустимся вниз там будет вообще шикарные виды какая грязная сады где водоросли какие-то а так вот но я вообще думал что сейчас русских не пускают конечно на дамбы вот тут вроде ничего не проверяют нормально можно пройти охренеть ребята на ней стоишь вроде ну дамба да дамба дорога да дорога а вот сбоку когда взглянешь вообще охраневаешь масштабов что вот это все построено вообще там в каком-то непонятно каком далеком далеком году руками людей представляете тут привозили рабочих инженеров строителей со всей европы не хватало ни у рук не умов чтобы вообще какую конструкцию сделать а это еще и она не вся вы понимаете она еще вкопа на на много-много десятков метров вниз прикиньте то есть это ну это не вся вот эта стена обнажена ее еще туда углубляли вкапывали вода он оттуда хреначит так круто а здесь вот просто как будто бы просто идешь по дороге а там целая долина такая прикольная открывается хренеть красиво конечно для походу я опоздал за речь сколько людей приехал сюда евреи всякие и он целый школьный автобус на ли приехал и не один посмотрите сколько людей а какие-то евреи наверное видеть и одни девочки еще к тому же мальчиков вообще нету вот они ходят таких мусори от туда да 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 все уже у них там валится они даже не поднимают за собой мусор чистого такая движуха у них непонятная сейчас вы тоже на велосипеде конечно погонять тут по просторам по местным симпатяшно красиво здесь дороги позволяют тем более это делать блин вот капец они выглядят даже да то что они столетиями только с друг с другом скрещивались без у них такие конечно ведь такая внешка прям странная камера что никогда не видели проведут на меня пырятся давайте посмотрим вниз ё-моё отсюда самолетик запустить шикарно фонтан сделали там он день рождения кто-то отмечает по ходу а здесь сама вот вода иначе лишняя вода но я не знаю вырабатывать здесь электричество или нет по ходу нет по ходу это просто не гидроэлектростанция да хотя можно бы было бы запустить пару лопастей с другой стороны есть не агара которая практически всю сша обеспечивает электричество здесь как бы не надо хотя можно бы было бы да но и говорю это все построено очень много лет назад тогда наверное еще даже технологии таких не было чтобы как-то или к электричество нужно было чистого развивать город вода и отсюда вот она уходит трубами уже в нью-йорк на видок отсюда вообще шикарный ну как и лифты смотрела вниз посмотри вниз да и вообще огонь а вот она каскадная это как там колесо вообще оказалось откуда-то при при приплыла и колесо прибило а короче инженерная мысль того времени решила что что просто если построить стену то рано или поздно и придет хана поэтому они сделали целый каскад чтобы вода плавно стекала и этим самым долговечность была этой самой дамбы вон оттуда хреначит основной поток сейчас мы спустимся еще вниз покажу вам вот это все снизу блин офигенно конечно ведь какая красота но то толщина впечатляет не знаю сколько здесь тысяч тонн камня была использована мрамора этого всего это жесть повторюсь это просто верхушка азербайга реально там еще внизу очень много вот это все выкапал свете но отличается до путили значит вниз сейчас шли сверху вот потому мосту я вам снимал и вот мы внизу гагарки смотрите верху жопами плавают кого-то ловят там рачков или рыбу видеть надеюсь на видно прикольно так а он рыбаки стоят вниз по течению лазит уже там с удочкой форель фигачит при надо тоже рыбалкой заняться здесь конечно купить себе лицензию только на 30 долларов по-моему стоит на год удочки все снасти на рыбалочку походить то конечно ходить в netcost за рыбой прикольно но еще прикольно самому да порыбачить и вам еще снять видео это вообще топчик так ну что значит идем сейчас прям под воду туда где она стекает самые самые брызги кто видел видео снегарского водопада вот что-то типа того я когда вечером пиво попью вот утром также да друзья представляете когда-то было три самых величественных сооружения это великая китайская стена первое второе это пирамиды и третье вот это кратонская дамба самые огромные самые величественные сооружения на всей планете ну вот сейчас уже конечно нет сейчас наверно этот бурж халиф только сколько там высоту по масштабам какой здоровый небоскреб да конечно место шикарная красивая вот уже перекусили пора выдвигаться на поезд если что будет по дороге интересно и засниму вот так в принципе такой небольшой воскресный хайк до кратонской дамбы на поезде из нью-йорка и обратно довольно таки бюджетно не сложно не детям и взрослым дорога прямая хорошая тропа написано не лазить оба какие дела ребята такие дела жмите пальчик вверх подписывайтесь на канал пишите классный комментарий и до новых встреч пока пока